музыка это не музыка если она не рассказывает историю музыка это просто звук вы должны сделать так чтобы она что-то рассказывала мне все равно что она должна о чем-то говорить если она разговаривается аудитории это музыка если вы просто играете ноты любой может играть ноты ничего особенного но это не музыка я все еще играю на пианино я все еще люблю играть я играю не так быстро и аккуратно как в свое время это уже слишком сложно но я точно играю гораздо больше музыки чем в молодости но я безусловно выросла вместе со своей музыкой моя музыка в моих пальцах и я постоянно развиваюсь вместе с ней поэтому теперь я знаю о музыке гораздо больше чем 50 лет назад рут с личинска 98 лет американская пианистка последний из живущих учеников сергея рахманинова родилась в семье польских иммигрантов в калифорнии в три года начала играть на рояле в 4 ее окрестили маленьким моцартом в книге запрещенное детство рут рассказывает чего это стоило отец заставлял ее сутками сидеть за инструментом отрабатывая право на еду и сон рут с личинска играла для американских президентов трумана кеннеди картера рейгана дает концерты до настоящего времени никто не перестает нервничать перед концертом никто я помню как играла на открытии нью-йоркской филармонии и ее директор и знаменитый дирижер мистер метрополос ходил за кулисами взад вперед а я там за кулисами перед концертом делала гимнастику интенсивно разогреваясь наклоняясь головы вниз касаясь руками пола и он как бы утешая меня сказал что от концертов еще никто никогда не умирал я тогда рассмеялась и все действительно в итоге было хорошо но все все проходят через одно и то же концерты это неприятно но к этому привыкаешь иногда бывает немного лучше иногда немного хуже но привыкаешь вы записали за свою жизнь множество альбомов последний был 60 лет назад и вот вы выпустили новый аудио альбом под названием моя жизнь в музыке я не знаю никого кто бы еще в 97 лет записал бы альбом так что я не могу сравнить это ни с чем но соглашусь что это немного необычно и если это делает людей счастливыми я всеми руками за мне нравится когда люди счастливы мне нравится когда музыка делает людей счастливыми для этого и нужна музыка а если моя музыка делает их счастливыми да еще и в моем возрасте 98 лет я полностью за я могу вам рассказать о времени когда я была крошечной девочкой я это очень хорошо помню о своем первом музыкальном воспоминании когда я смотрела как мой отец давал уроки игры на скрипке у нас была дверь которая закрывалась вот так она была между гостиной и остальной частью дома и так я была маленькой девочкой я садилась в середину между этими створками дверей и открывала маленькую щелочку чтобы можно было подглядывать как внутри комнаты он учит играть на скрипке я знала все мелодии которые играли его ученики а когда они уходили я подкрадывалась пианино стоящему там же карабкалась на стул и пыталась повторить все мелодии тыча по фортепианной клавиатуре одним пальцем и так мой отец узнал что у меня абсолютный слух потому что я не останавливалась пока не попадала в точную ноту и я на самом деле уверена что я потеряла свой идеальный слух только тогда когда прожила год в индии где мне приходилось тренироваться на расстроенном пианино я испортила слух так что он больше не такой надежный но он все еще довольно близок к абсолютному и это лучше чем ничего потому что я использую его для запоминания и гораздо легче запоминать музыку на память своим абсолютным слухом чем каким-то другим способом мой отец купил крошечную скрипку и они с моей мамой подарили ее мне все вокруг широко улыбались полагая что мне понравится эта маленькая вещица а я разозлилась мне не нужна была скрипка я быстро сломала ее у меня началась истерика я бросила ее в стену и она сломалась и мне так и не пришлось играть на скрипке слава богу я хотела пианино хотела играть на инструменте где звук был бы абсолютно устойчивым и не было моей в том вины если я попадала мимо правильных клавиш я хотела играть музыку не беспокоясь правильные ли беру ноты об этом волновались другие а мне нравилось играть музыку мне все еще нравится извлекать из себя музыку я могу взять мелодию развлекаться с ней сыграть ее тысячами разных способов и заставить ее говорить разные вещи для меня это означает создавать музыку что ж могу вам сказать что у меня вообще не было детства я только занималась я занималась по восемь девять часов каждый день без перерыва если вы будете что угодно делать не важно что по восемь девять часов ежедневно конечно вы научитесь это делать у меня не было незаурядных способностей я просто была упорным ребенком который тяжело работал и я научил как можно в таких условиях не научиться конечно научилась и вот так я развивалась продолжаю учиться учиться и учиться и в этом секрет моей игры я всегда была трудолюбивым человеком я научилась усердно работать с самого начала я начала когда мне было около трех с половиной лет и уже в четыре года я сыграла свой первый концерт главным образом потому что мой отец выбирал всю музыку над которой я работала и не разрешал мне работать над детскими вещами он хотел чтобы я с самого начала играла только лучшую музыку поэтому я начала играя баха с пьес из нотной тетради анны магдалины баха минуэтов моцарта и бетховена и с легкой сонаты гайдена с этого я начала да и потом всегда играла самую лучшую музыку так что мое ухо и пальцы были воспитаны на этом папа привел меня к лучшим учителям мира которые научили меня как играть как издавать музыку как превращать ноты в музыкальные фразы я тогда еще не начала путешествовать по миру но уже дала несколько концертов в сан-франциско потом мы отправились в европу и я начала играть в берлине мне тогда было шесть лет и тогда я играл итальянский концерт баха я бы сама пошла послушать как кто-то играет это в шесть лет это довольно примечательное достижение для шестилетнего возраста я не говорю как я это играла но я играла и даже если просто играть эти ноты это настоящий подвиг затем когда мне было 7 лет я впервые играла с оркестром это уже было в париже мой учитель дирижировал оркестром а я играла концерт моцарта ля мажор по-видимому это было вполне себе сносно а когда мне исполнилось 8 лет отец отвез меня в нью-йорк и 13 ноября 1933 года я дебютировала в мэрии нью-йорка мне было 8 лет и после этого я сыграла 35 концертов по всей территории соединенных штатов в разных городах больших и маленьких а так это все и продолжалось когда я потом уже вернулась в европу я начала концертировать и в европе я играла в скандинавских странах в венгрии и чехословакии где только не играла и с тех пор я давала концерты по всему миру вам все это нравилось нет я с нетерпением ждала того дня когда смогу сбежать из дома и этот день наконец настал когда мне было 19 лет я сбежала из дома я сбежала с сокурсником по калифорнийскому университету в котором я училась в то время он был таким хорошим но нашу жизнь он представлял себе так что я опять должна буду давать концерты как и раньше и зарабатывать деньги только теперь уже для него он сказал по крайней мере я буду относиться к тебе хорошо твой отец к тебе хорошо не относился и все равно ты выступала для него с концертами а когда я буду управлять твоими концертами я буду к тебе хорошо относиться Но это совсем не то, чего я хотела. Я хотела настоящего мужа и настоящей семейной жизни. Я хотела быть обычным человеком. Я не хотела, чтобы мне приходилось зарабатывать деньги, играя на пианино. Это была совсем не моя история. Я была не против давать уроки. Я люблю музыку. Это бы мне подошло, но я не хотела давать концерты. Концерты – это такое тяжелое дело. Ты постоянно испытываешь нервный стресс. Всегда нужно быть осторожным, чтобы не допускать возможных ошибок. А как ты можешь быть уверенным, что не ошибешься в течение следующих двух часов? Это невозможно. Да еще выполнять эти обязательства под пристальным взором критики. Помню, когда я была маленькой девочкой, я однажды спросила своего отца, что произойдет, если я сделаю ошибку. Что ж, он зашел на кухню и бросил в меня половину помидора. Я была вся заляпана, и он стекал по моему телу. Отец сказал, что люди забросают меня гнилыми овощами и фруктами, если я допущу ошибку. И я свято верила в это. Поэтому каждый раз, когда я шла на концерт, я сначала внимательно наблюдала за публикой в зале. Не было ли у кого-то из них маленькой сумки с чем-то внутри, что можно было бы бросить в меня, если я вдруг ошибусь. Я не хотела быть концертной пианисткой. Мне казалось, что это что-то кошмарное. Я хотела просто находиться дома, быть хорошей женой, как и все остальные, и, возможно, растить детей, понимаете? У меня было совершенно другое представление о том, какой должна быть моя жизнь. Но этого так никогда и не произошло. Почему я вернулась в профессию? Мне нужно было зарабатывать на жизнь. Я больше ничего не умела делать. Я давала частные уроки. Я пошла в музыкальную школу в Сан-Франциско, общественную музыкальную школу, с вопросом, «Вам не нужен учитель?» «Конечно, нужен». Поэтому я и стала там учителем. Там у одной из матерей была старшая дочь, которая училась в модной школе, и она считала меня очень хорошим учителем. Поэтому она спросила меня, «Школа, в которой учится моя старшая дочь, ищет учителя игры на фортепиано, потому что тот учитель, что у них пока есть, в следующем году возьмет отпуск на год, и им нужен другой учитель фортепиано. Могу ли я порекомендовать вас?» И я сказала, «О, да, пожалуйста, сделайте это». И поэтому она порекомендовала меня настоятельницей школы. И я помню, как ходила туда, чтобы встретиться с ней. А она была очень милая, она сказала, «Что вы можете сыграть?» Я сказала, «Что хотите, то я и могу сыграть». «Не сыграете ли сонату Моцарта?» «О, да». «А сонату Бетховена?» «Конечно, я могу и это сыграть». «А как насчет этюда Шопена?» «Да, конечно». Она спросила, «А можете ли вы сыграть сложный этюд Шопена?» И я сказала ей, что могу сыграть все 24 его этюда. Она была немного поражена, но я действительно могла. И она сказала, «Мы дадим вам год испытательного срока». Я сыграла на концерте факультета, и все сочли меня очень хорошей. И так у меня была работа. Я начала преподавать в колледже Богоматери Милосердия, и я впервые почувствовала, что, наконец, это моя собственная жизнь. Я нашла хорошее место, чтобы сделать что-то для себя, тем более я умею это делать. Наконец-то я была счастлива там. И вот однажды кто-то навестил настоятельницу школы, офис которой находился прямо под моей студией. И этот человек сказал ей, «Это очень профессиональная игра, которую я слышу у вас наверху. Кто это?» Мать настоятельница сказала, «Возможно, это наш учитель музыки. Хотите подойти и познакомиться с ней?» И она привела этого джентльмена ко мне увидеться. Он был директором фестиваля Баха в Кармеле. И он спросил, «Что вы играете из Баха?» Я сказала, «Ну, я могу сыграть что угодно, сыграю на ваш выбор». Он сказал, «Как насчет прелюдий и фуг?» «Ну, я сыграла для него несколько прелюдий и фуг. «А можете ли сыграть итальянский концерт?» «Конечно!» «А можете ли вы сыграть хроматическую фантазию и фугу?» «Конечно!» Он сказал, «Вам надо играть с нами следующим летом». Я сказала, «Ну, вы знаете, я раньше играла концерты, но не думаю, что я концертный пианист, не думаю, что я достаточно хороша для этого». И мать настоятельницы сказала, «Конечно, вы сыграете, просто подумайте, что получат студенты, если вы добьетесь успеха, и мы все будем молиться за вас». Так меня подтолкнули к выступлению на фестивале Баха в Кармеле, и концерт имел огромный успех. Критик из газеты «Сан-Франциско-экзаменер» позвонил мне по телефону и спросил, может ли он предложить меня в качестве артиста для выступления на летнем концерте с симфоническим оркестром «Сан-Франциско», потому что дирижировать им собирался известный Артур Фидлер. Я сказала, «Что ж, я буду рада сыграть для них», и я пошла играть. Господин Фидлер выбрал два концерта для этого из моего списка. Я сыграла для них, и все это обернулось огромным успехом в «Сан-Франциско». И мистер Фидлер пригласил меня приехать в Бостон, чтобы играть с ними. Потом я поехала в Бостон и играла с ними. А потом он сказал, «Мы хотим, чтобы вы участвовали в гастролях Бостонского симфонического оркестра в качестве солиста. Хотите стать солисткой?» И я сказала, «О, не думаю, что смогу, потому что сейчас у меня очень хорошая преподавательская работа. Я очень счастлива. И не думаю, что подхожу вам, чтобы быть солисткой». Он сказал, «Окей, подумайте хорошенько об этом, но у вас есть не больше трех недель. Мне нужен ответ, потому что нам нужно выбрать кого-то». И вот я стала раздумывать, как мне понять, стоит ли мне продолжить работу, или что же мне делать. Поэтому я написала знаменитому пианисту Артуру Рубинштейну. В то время он жил в Южной Калифорнии, и я напомнила ему, что когда-то раньше мы играли на воскресных концертах баронессы Ротшильд в Париже. Если он вспомнит меня, не мог ли бы он послушать, как я играю? И я моментально получила ответ, «Конечно, я вас помню, и приходите в такой-то день, и я буду рад послушать вашу игру». И поэтому я отправилась играть к мистеру Рубинштейну, и он начал спрашивать меня, «Ну а что в вашем репертуаре? Вы что теперь играете?» Я рассказала ему, что в моем плейлисте «Бах, бах, бах, бах!» есть пьесы Моцарта и пьесы Бетховена. И он выбрал из каждой категории по несколько вещей. Четыре часа я играла для него. А потом он сказал, «Ну чем же я могу вам помочь?» Тут я и раскрыла карты. Можете ли вы мне сказать, достаточно ли у меня таланта и способностей, чтобы добиться успеха в качестве солиста с Артуром Фидлером на гастролях? Проблема в том, что мне придется бросить надежную работу, чего я делать боюсь. Он сказал, «О, бросайте это преподавание!» После десяти концертов вы больше не захотите преподавать. Поэтому я бросила работу. И, конечно, я все еще хочу преподавать. Даже после десяти и даже после тысяч концертов. Я люблю людей, особенно молодых людей. Поэтому мне нравится преподавать. Мне нравятся все аспекты музыки. Я научилась играть. И играла тысячи концертов. И каждый из этих тысяч раз я внутри себя отказывалась от своей карьеры. В детстве меня называли маленьким Моцартом. Не верьте в эти вещи. Никто не может быть маленьким Моцартом. Моцарт был единственным в своем роде. Это был композитор. За роялем он мог сделать все, что угодно. Я такой не была. Я была исполнительницей. Мне нравилось работать пальцами. Мне нравилось воспроизводить мелодии. Я исполнитель. Я не композитор. Это совсем другое дело. Я узнала об этом, когда училась у мистера Рахманинова. Он даже давал уроки, как композитор, не как пианист. Он и композитор, и пианист. Но композитор думает о музыке иначе, чем пианист. Но я пианистка. Я никогда не думала, что останусь последней на планете из живых, кого он учил. Он просто был моим учителем. Как я повстречалась с мистером Рахманиновым? Хм, ну что ж. Он жил в Южной Калифорнии, и иногда он выступал с концертами. И однажды он собирался дать концерт в Лос-Анджелесе, в филармоническом зале, управляющий которым уже продал все билеты на его концерт. Но за три дня до концерта Рахманинова начал беспокоить локоть. Поэтому он отменил это выступление. А менеджер зала не захотел возвращать людям все деньги за уже проданные билеты. Поэтому он телеграфировал моему отцу. В тот момент я была на гастролях, я выступала с концертами. И в то время мы оказались в Сакраменто, как раз недалеко от Лос-Анджелеса. Можем ли мы поехать в Лос-Анджелес? Конечно, мы летим туда. Мне было 9 лет. И так мы прилетели туда посмотреть на зал филармонии и посмотреть на программу, которую Рахманинов собирался играть. Там значился карнавал Шумана. Мой отец сказал, разве это не то новое произведение, которое ты сейчас разучиваешь? И я ответила, что да. Он сказал, почему бы тебе просто не попробовать себя в этой программе? Посмотришь, насколько хорошо ты справишься. Так я и сделала. И все остались довольны. Публика была довольна, и менеджер, безусловно, был доволен. Ему не нужно было возвращать деньги за билеты. И мой отец был доволен, он получил приличный чек за мой концерт. И после того, как я сыграла много концертов по всей территории Соединенных Штатов, мы вернулись в Париж, где мы тогда жили. И однажды, когда я занималась дома в Париже, мой отец ответил на телефонный звонок. Это был мистер Рахманинов. Он позвонил моему отцу и пригласил меня сыграть для него, потому что ему нужно было послушать девятилетнюю девочку, которая заменила его своим концертом. И мой отец просто отвез меня после этого звонка к нему. В то время жене Рахманинову было нехорошо. Они жили в Швейцарии в имении под названием Сенар. Это на берегу Фервальштеттского озера. Его жена была нездорова, поэтому он не хотел беспокоить ее своими занятиями на фортепиано, которые иногда длились по 17 часов в день. Он верил в многочасовые занятия. А у него были родственники в Париже, и он отправился заниматься на рояле в Париж на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, чтобы в пятницу вернуться к себе домой в Швейцарию и провести выходные с женой, а затем снова уехать в Париж. И он узнал, что я там живу. И ему было интересно послушать мою игру. Он узнал номер телефона моего отца и позвонил. И так, когда мой отец привез меня к нему, мы вышли из лифта. Отель «Вилла Можестик», где он останавливался. И на подходе я услышала, как кто-то медленно разыгрывался и подумала, ну и медленный же у него ученик. И так мы поднялись туда. Я и сегодня не очень-то большая, но в 9 лет я была совсем маленькой. Мы постучали в дверь, и эти медленные пассажи прекратились. И я поняла, что это должно быть сам мистер Рахманинов так медленно играл. И довольно скоро дверь открылась. Он посмотрел вниз, и его длинный палец указывал на меня. Он сказал, и что, вот это играет на пианино? Я ужасно испугалась, когда он назвал меня «это». Отец подтолкнул меня вперед. Я была до смерти напугана. Мистер Рахманинов мог видеть, что я дрожу. Он усадил меня в кресло и показал мне фотографию. Он сказал, «Ты видишь это озеро? Я живу прямо на этом озере, и у меня есть лодка. Видишь эту лодку здесь?» Он сказал, что я могу покататься на этой лодке. И если нажать кнопку, эта лодка помчит меня прямо вокруг всего озера. И я начала смеяться, потому что казалось, что это так здорово поиграть в такую игрушку. И этот человек хочет показать мне эту, как мне казалось, игрушку. И я подумала, «Ну, возможно, он хороший». И так, увидев, что я смеюсь, он подвел меня к пианино, усадил и спросил, «Что ты можешь сыграть?» В то время моей главной исполнительской гордостью была Ронда Бриллианта фон Вейбера. И он спросил, «В какой тональности это?» Я сказала, что «ми бемоль мажор». Он сказал, «А сыграйте это для меня в соль мажоря». Это означало транспонирование, то есть перенос в другую тональность. Что ж, у меня идеальный слух, и я знала, как транспонировать. И так очень медленно я начала. Он сказал, «Хорошо, этого достаточно. Давайте теперь послушаем это в той тональности, в которой это было написано». Я последовала его просьбе. А потом он спросил, «Что еще вы играете?» И я рассказала ему о других вещах, над которыми я работала. Он послушал еще две или три пьесы и сказал, «Вы играли какие-нибудь из моих прелюдий?» И я сказала, что нет. Он сказал, «Посмотрите вот на эту прелюдию». Первое, что он дал мне, было «Ре-мажор» из тетради «Опус-23». Он сказал, «Принесите мне эту прелюдию в следующую среду. Это будет мой первый урок». Так все и началось. Так что в то лето у меня было с ним около шести или семи уроков. А потом ему пришлось уехать, чтобы давать концерты. Да и мне нужно было отлучаться, чтобы давать концерты. Но его способ преподавания сильно отличался от того, как преподавали другие люди, потому что он учил как композитор, а не как учитель фортепиано. пианисты думают о технике пальцев, как самым простым способом сделать это или наилучшим способом добиться того, и, возможно, как получить лучший звук. Но композиторы так не мыслят. Для композитора главное совсем другое, о чем говорит музыка. «А ваша музыкальная фраза настолько убогая, что вы ничего не успели сказать. Вы должны сделать ее длиннее, чтобы сказать ей что-то большее». Мистер Ахманинов говорил, «Я могу сделать так, чтобы музыкальная мысль длилась от первой ноты, первой пьесы целого концерта, до последней ноты на последнем бис». Что ж, я не могу этого сделать, но я, конечно, могу удлинить свою смысловую линию, чтобы она несла смысл всей композиции. И я могу сделать так, чтобы композиция рассказывала целую историю. В этом и есть вся суть музыки. Нужно сказать что-то интересное, в чем вся аудитория услышит что-то большее. Вот это его понимание про смысловую дугу внутри музыки никто больше в жизни мне никогда не рассказывал об этой длинной линии повествования. Мы говорили с ним на французском. В то время я жила во Франции и была очень рада говорить по-французски, потому что мой отец так и не научился говорить по-французски настолько быстро, чтобы успевать за всем, что мы могли сказать. А все в России, как Рахманинов, кто был из хороших семей, все равно изучали французский язык. Поэтому мы использовали французский в качестве нашего общего языка. Однажды я играла ему одну из его прелюдий, и он сказал, в вашем звуке нет цвета. Я воскликнула, как, придать цвет звуку? Это же невозможно. Я играю звуки, я не могу их раскрашивать в цвета. И он сказал, подойдите сюда, к окну, и посмотрите вниз. И вот мы были в отеле Вилла Можестик. Мы посмотрели из окна вниз на французский бульвар. И мы увидели цветущие деревья мимозы. Вы видите мимозы? Внутри деревьев мимозы были маленькие желтые шарики, и они осыпались на землю. Французы их недолюбливали из-за того, что улицы превращались в желтый хаос. Но это было так красиво. Маленькие золотые шарики, все было в золоте. Он сказал, вы видите это цветное золото? Я хочу, чтобы вы окрасили именно этим цветом свой звук. Вы помните, что мне было 9 лет, да? И если бы мне было 19 или 29, я бы не смогла этого сделать. Но мне было всего 9 лет, и я не слышала ничего лучше. Поэтому я сказала, не могли бы вы показать мне? И он отвел меня за руку к пианино. Он сел, и он привел мне пример того, что подразумевал под цветом в звуке. Я сказала, пожалуйста, можете показать мне еще раз? Я внимательно наблюдала за всем, что он делал, и пыталась подражать этому и пробовать, и пробовать. И он сказал, вот, теперь у вас получилось, теперь получилось, вот оно, продолжайте в том же духе, продолжайте так же, вот-вот, оставьте именно так. И я училась, я научилась раскрашивать свой звук, а нужно просто начинать с подушечек пальцев ног, и оттуда вы черпаете силу. Она проходит по всему телу и выходит через ваши пальцы, и каким будет этот звук только в вашей власти. Так вы получаете цвет, который вам нужен. Вот как это работает. Кстати, итальянская полька была написана Рахманиновым на том же квартале, где и мой дом в Нью-Йорке. Он тогда там жил. Это было написано по случаю замужества его дочери Ирины на князе Волконском. Кажется, в то утро он зашел на кухню и обнаружил, что его жена плачет. «Ты из-за чего плачешь?» И она сказала, «Мой ребенок, мой ребенок, я теряю своего ребенка». Теперь, когда она заболеет, я больше не смогу читать ей Чехова. Кто будет о ней так заботиться? Я теряю ребенка. И он сказал, «Слушай, перестань плакать. Ты же сама мне рассказывала, какой у нее замечательный мальчик и какие у него манеры, и что ты не могла бы выбрать для нее лучшего мужа. Она станет княгиней Волконской, юной княгиней Волконской, и она будет так счастлива с ним». И он пытался ее успокоить, наигрывая это. Он написал это для нее. Я играла эту пьесу в четыре руки с мистером Рахманиновым в самых разных ситуациях. Мы очень веселились, исполняя ее. Это прекрасная небольшая пьеска. Она, конечно, не итальянская. Итальянская полька просто название. Но она дает представление о том, какой наполненный весельем он хотел видеть дальнейшую жизнь дочери. Это было так очаровательно. Он знал, что его жена хотела бы стать тещей князя Волконского и верил, что у детей впереди прекрасная жизнь. По слухам, вы иногда пили вместе чай, и он будто бы подарил вам ожерелье, которого, впрочем, никто никогда не видел. Было ли это правдой? яйцо Фаберже. Яйцо Фаберже. Вы его видите? Оно голубое. Он привез его из России, где когда-то выступал с концертами, еще до своего отъезда из страны. он носил полный карман этих яиц. Одно было желтым, другое белым, еще было черное и красное. Это было голубое. И он сказал, выберите одно, я храню это для своих внуков. И вот я выбрала это, потому что оно было голубым. Я ношу его, не снимая всю жизнь. Оно рядом со мной. С моих девяти лет уже почти получается девяносто лет. А про чай в конце урока к нему иногда заходила, кажется, его родственница мадам Канюс, которая жила в Париже. Она приходила и приносила ему всевозможные вкусности, которые она покупала в магазине русских деликатесов. И она приходила, садилась за стол и заваривала горячий чай. А чай подавала в стаканах, расставленных в подстаканнике. Вы держали подстаканник, в который помещался стакан, и стакан был очень и очень горячим. Но ручка подстаканника оставалась прохладной. И мистер Рахманинов клал себе в рот в прикуску большой кусок сахара и делал так. И я показала это маме, она была в ужасе. Очень плохие манеры, никогда так не делай. Но он так пил, ему так нравился этот горячий чай. И я ела это русское печенье и просто обожала его. Я была на седьмом небе. Это была моя награда за хорошую игру. Но я играла эту пульку и с мистером Горовицем тоже, потому что ему нравилась эта пьеса. Она начинается легко и просто, но есть и очень сложная часть. Она очень непростая, особенно для левой руки. И ноты очень трудно прочитать, потому что иногда, чтобы увидеть продолжение, нужно молниеносно перевернуть страницу. Горовицу нравилось играть в карты. Бывало, что миссис Горовиц и я сидели в одном углу комнаты, говорили о чем-то по-французски, смотрели ее журналы, о моде и говорили о том, о чем обычно говорили бы две дамы. Мы никогда не говорили о музыке, мы говорили о моде, о рецептах или о том, что было в этих журналах. Она брала журналы «Эль» и другие французские модные журналы. И мы обсуждали разные вещи, о которых там в них писали. В общем, как две женщины. А мистер Горовиц сидел в другой части комнаты с профессором Реевым, преподавателем Джулиардской школы музыки. Он был тоже русским, и они говорили по-русски. И профессор Реев иногда приглашал целую группу своих студентов играть с ними в карточную игру канаста. В общем, они играли в канасту, и время от времени мистер Горовиц приглашал одного из студентов к роялю сыграть с ним дуэтом. Он ставил на пипитер ноты итальянской польки, начиналась легкая часть. И ученику было комфортно играть ее. Затем переворачивал страницу, и ученик видел ту сложную часть и оказывался в очень непростой и неудобной ситуации. И это был трюк мистера Горовица. Он говорил, ну, даже подруга моей жены умеет это играть. И тогда он поворачивался ко мне. Давайте, Рут, давайте это сыграем. И мы играли, а все аплодировали. И это было очень весело. Ему нравилось играть эту польку. Это забавная пьеса. Это был своего рода его излюбленный трюк в гостиной. Одно из преимуществ работы пианистом заключается в том, что вы никогда не знаете, с кем встретитесь. У меня был опыт встреч с несколькими президентами США и других стран. Например, с президентом Польши я встречалась дважды. Один раз это было в Польше, когда мне пришлось появиться там на конкурсе имени Шопена. Я там была судьей, а он устроил вечеринку для всех судей. И когда я вошла в дверь, имя этого президента было Лех Валенца. Мне было очень приятно. Он увидел меня с моим маленьким бейджем и сказал, «Слинчинска! А-а-а! В Польше уже существует традиция женщин-пианистов!» Начиная с Ванды Ландовской, Галина Черно-Стефаньска. «Теперь у нас тут есть вы, Руцлинчинска!» И он сказал, что его жена настроила пианино специально для меня. «Пойдите же, сыграйте!» И я играла тогда там для президента Леха Валенца в его дворце в Польше. Я встречалась и с президентом Гувером в Соединенных Штатах. Я играла для него уже после того, как он был президентом. В то время он был благотворителем Стэнфордского университета. Я играла там, и об этом писали во всех газетах. Я прославилась на той встрече, как маленькая девочка собирательница загадок. Он устроил для меня вечеринку, он устроил для меня званный ужин. И я сидела справа от него, и газеты запечатлели каждое сказанное мной слово. И я приготовила для него особенную загадку. А именно, кем является каждый президент Соединенных Штатов. И он сказал, «Что вы имеете в виду, что они все чертовы дураки?» Я сказала, «Нет, они кабинет-мейкерс». Это была загадка. И он был очень милым, очаровательным. А потом я познакомилась со многими другими президентами. Это было по-разному. Но встреча с президентом Трумэном, однако, была, пожалуй, самой особенной. Одним субботним вечером у меня был концерт в Зале Конституции в Вашингтоне. Поэтому накануне, в пятницу, я приехала и остановилась в местном отеле «Мэйфлауэр». Мне надо было заранее примерить концертное платье и порепетировать свою музыку. В тот вечер у меня зазвонил телефон. В телефоне был голос какого-то джентльмена. «Какие у Вас планы на завтрашнее утро?» И я сказала, «Ну, я иду на репетицию в Зал Конституции. Мне нужно примерить платье и порепетировать, потому что у меня во второй половине дня концерт, и я обычно этим занимаюсь утром в день концерта». И он сказал, «Что ж, мы будем Вам признательны, если Вы позволите нам отвезти Вас туда?» Поэтому я и ответила, «Что ж, это чудесно, завтра в 9.30 утра». И так я вышла готовой в концертном платье в вестибюль отеля. Там меня уже ждали два очень хорошо одетых джентльмена. Они отвели меня к прекрасной машине. На этой машине я не могла не заметить, были два очень официальных американских флагов впереди по бокам. И мы поехали. В какой-то момент мне показалось, что мы не на верном пути к Залу Конституции. И тогда я спросила, «А куда мы едем?» Мне сказали, «О, Вы узнаете». Я говорю, «Но это же не дорога в Зал Конституции». Он сказал, «Пока еще нет, но Вы обязательно окажетесь в Зале Конституции, не беспокойтесь». «Вы будете приятно удивлены». Итак, довольно скоро мы приехали. Я говорю, «Это что, Белый дом?» И мы вошли в Белый дом, но мы даже не остановились перед ним. Мы заходили с задней двери. И я подумала, «О, кто-то хочет, чтобы я играла, потому что артисты всегда заходят с черного входа, и потом они играют. Никогда не заходят в парадную дверь». Так мы зашли через черный вход. Они отвели меня в маленькую комнату. «Хотите чай или кофе?» И я сказала, «Что ж, я бы хотела выпить чашку чая, но мне действительно очень нужно разогреться перед концертом». «О, у вас будет время для этого, пожалуйста, не беспокойтесь об этом». И они принесли мне чашку чая, печенье, и я ждала, ждала. Прошло 20 минут, кто-то заглянул ко мне в комнату. «Вам все еще комфортно? Можно вам принести еще чая? Хотите ли еще печенье?» Я говорю, «Знаете, мне нужно разогреться перед концертом». Они сказали, «Ну, посидите еще немного». То, что, как мы надеемся, произойдет, вероятно, произойдет, но мы никак не можем этого ускорить. И в конце концов, мне показалось, что прошло несколько часов. Два джентльмена вернулись, быстро отвели меня по коридору, поднялись на лифте, и мы пошли быстро, быстро, быстро. Я смотрела по сторонам. Они говорят, «Вы сможете взглянуть на Белый дом в другой раз? Сейчас совсем нет времени». И довольно скоро мы добрались до места, где увидела Морпеха и Морпеха по обе стороны двери. И американский флаг, американский флаг, американский флаг и двойные двери. И когда мы приблизились, двойные двери открылись, и там ко мне подошел президент Соединенных Штатов. И он так любезно поприветствовал меня. Это был господин Трумэн. Он сказал, «Я так рад, что вы смогли прийти. У нас есть всего 10 минут, но этого достаточно». И он сказал, «Я разучиваю вторую часть сонаты Моцарта. Не могли бы вы сыграть тут верхнюю партию?» И прямо там же нас ждал этот рояль. Он всегда играл на рояле в своем овальном кабинете. Я спросила, «В каком темпе вы хотите, чтобы я играла?» И он напел мне. Так что мы вместе начали, и он играл очень хорошо. Мы это сыграли действительно очень достойно. И все аплодировали, а мы поклонились. И потом эти два джентльмена сразу просто унесли меня оттуда. На полпути, спускаясь по коридору, я вскрикнула, «Я даже не сфотографировалась с господином Трумэном. Я бы хотела фотографию». И он сказал, «Не волнуйтесь, мы дадим вам фотографию с автографом». И они действительно это сделали. Подарили его фотографию с автографом. Она хранится в библиотеке университета Южного Иллинойса, где я проработала столько лет. Потом я играла и для других президентов. Я получила благодарственное письмо от президента и миссис Кеннеди, подписанное им. Это тоже сейчас хранится в моей квартире. Я играла на его инаугурации. И Рейган... Что ж, Рейган был таким... Как же я познакомилась с ним? А, он пригласил меня сыграть за обедом. И я была в очереди гостей. И миссис Рейган встретила нас первой. И она попросила нас говорить громко, когда мы встретимся с президентом, потому что он не очень хорошо слышит. И мы старались говорить громко. Передо мной был Джимми Стюарт. И я, конечно, смотрела на него огромными глазами. Он был знаменитым киноактером. И когда дошла его очередь, и он оказался перед президентом, господин Стюарт протянул ему руку и сказал, «Господин президент?» И Рейган толкнул его локтем в бок и пошутил, «Не вы, господин президент, а я». И это после стольких-то лет. Они были хорошими друзьями. Это все было очень неформально. Он был очень очаровательный джентльмен. Когда мне было 20 лет, я сказала, что буду продолжать в том же духе лет до 30. Потом мне исполнилось 30, и я сказала, «Ну, я могу так прожить еще лет 10, пока мне не исполнится 40». Потом мне исполнилось 40 лет, и я говорю, «Ну, скоро мне исполнится 50, а потом я достигну среднего возраста, и мне больше не придется этого делать». Потом мне исполнилось 50, и я говорю, «Ну, ты даже не можешь себя считать пианистом, потому что тебе не исполнилось 60. Итак, давай-ка посмотрим, насколько хорошей ты сможешь быть в 60 лет». Так что я продолжала работать, 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 и я все еще работаю. Я никогда не думала про себя, как про великого пианиста. Никогда. Но я делаю все, что в моих силах. Я научилась мыслить музыкально. Я верю в свои собственные идеи. Вот что ты обретаешь с возрастом, когда тебе за 60. У вас начинают появляться свои собственные идеи, потому что вы перестаете зависеть от других людей, которые постоянно навязывают вам, что делать. Вы учитесь верить в то, что знаете и чему научились сами. Вы рискуете и иногда выигрываете, иногда и проигрываете, но вы выигрываете чаще. И когда это происходит, вы приехали к пункту назначения. Вы пианист. Нравится вам это или нет? Это и есть ваше будущее. Это то, что вам нужно делать. И после 60 лет вы должны продолжать до тех пор, пока хватает сил. Всегда отдавайте все, что в ваших силах. Отдавайте себя. Сделайте другого человека настолько счастливым, насколько сможете. Отдавайте себя. Если вы отдадите себя, вы получите обратно намного больше, и вы уже не сможете не продолжать отдавать. Это то, что заставляет мир вращаться. Это то, что я делаю музыкой. АПЛОДИСМЕНТЫ